Новая подземная локация, на которую я попал в прошлый раз, действительно впечатляет. Мы нашли много всего ценного и освободили цель, за которой сюда пришли. Пора возвращаться. Если вы не чекали предыдущие серии этого довольно интересного прохождения, то это может исправить плейлист, который расположился в описании с самой первой ссылкой. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Итак, друзья, напомню, мы остановились на локации под названием Лабиринт. Да, эта локация так и называется. Я это узнал только, когда сейчас запускал игру, и на загрузочном экране было русским языком большими буквами написано. Это Лабиринт. Нужно искать отсюда выход, потому что я уже забыл, как сюда пришел. Смотрите, берем. Изи, изи, рилток. А теперь... Сдыхаем. Я жив, на удивление, лол. Ну теперь просто валим отсюда, потому что дорогу назад я помню примерно. Фух, наконец-то. Старая добрая пещера. Был я в этом лабиринте, помог твоему человеку выбраться, обещал следом за мной пойти. Ну вот и отлично. Пока в благодарность, держи рецептик. Как из артефакта симбион, можно сделать другой артефакт. Кстати, рецепт я узнал от того человека, которого ты спас. Спасибо, а как насчет полезной инфы? Погоди, вернется мой человек, разузнай, что к чему, и тебе расскажу. Да блокнот, который ты принес, почитаю. Ты можешь сам у него кое-что узнать, но не думаю, что пока многое расскажет. Но кто его знает? А вот и блудный сын вернулся. Так, а вот и блудный сын. Здорово, челик. Чё скажешь? Привет, рад, что ты живой вернулся. Хочу тебе подробнее расспросить о пленном. О том пленном, что с тобой был. Сейчас я мало могу что рассказать. Акклематься немного надо. Скажу только, что это обычный сталкер с бородой. Да и с речью у него проблемы. То ли шепелявит, то ли картавит, то ли зубов нет. Картавит? А что он делал в лабиринте? Не знаю точно, но видимо, что он там не первый раз был. Очень смутно помню. Но решила о каком-то сейфе. Что за сейф он искал и где этот сейф и что в нём, я не знаю. Но знаю, что бежать из лабиринта тот сталкер собрался на росток. Из лабиринта есть выход на росток? Возможно и есть. Он говорил о двух переходах из лабиринта, но не уточняя где и куда. Если хочешь, могу разведать про эти переходы. Но и у меня к тебе будет просьба. Принеси мне десяток научных аптечек, десяток бинтов, артефакт душа и пару кусков мыла. Не мылись все тут давно. Был у нас один сталкер, говорил, что заныкал пару кусков мыла в подвале дома в дереве новичков на кордоне. Может оно ещё там и лежит. Ты мне ничего не скажешь, да? То есть мне теперь ещё нужно собирать необходимое. Офигеть. Мыло там ему, артефакт душа. Я не знаю, можете ещё туалетную бабалку принести, жопу подтереть, а? Как тебе такая перспектива? Итак, вышел я прямо через переход на свалку, сам того не ведая. Но это, кстати, хорошо. Я ближе к пещере окажусь. Ой, фу, какой пещере, бару. То есть говорят, тут какая-то стрёмная аномалия появилась. Что это такое? Ну-ка давай посмотрим. Хм. Похоже на жарку, но это не жарко. Ну и у пацанов, как всегда, кто-то валяется, умирает. Ну что, тебе помочь, что ли? Ну не знаю, не знаю. А что у тебя за волына? Блин, он её в руках держит. Даже когда он упал, он её не выронил, он её в руках держит. Зажал, короче, мне волыну, ясно. Тогда я тебе не помогу. Зажму аптечку, всё. Блин, ну капец. То Петренко просит 10 научных аптечек, то этот петух в шахте просит 10 научных аптечек. А у меня всего 7. Кстати говоря, слёзы огня довольно-таки полезная штука. Минус 20 радиации дают. Я что-то как-то не чекал характеристики её. Ну можно титановый колобок по приколу поставить. Разрыв плюс 9, нормально, считаю. Копался я у себя в рецептах. То есть, на самом деле, то, что мы всё это получали, я думал, это рецепты. А это всего лишь арт-переобразование. То есть это, ну, какие-то артефакты простые, можно получить другими путями, нежели просто их найти. А тут прям полноценные рецепты новых артефактов. Меня заинтересовал вот этот вот. Погремушка. Сытость минус 17 тысяч процентов. Это куда столько? Это ж как я голодать-то буду, а? Так, ну вроде все вещи, которые я положил на месте, не знаю, вроде ничего не стырили. Да вряд ли тут кто-то что-то будет ирить, вроде всё нормально. Так, комбез монолита можно положить сюда, зачем он мне? Затем, наверное, АКС, не, СВУ отправим сюда храниться. По поводу аномального кольта, я как-то не знаю. У него, на самом деле, не такая уж и жёсткая убойность. Короче, нафиг его, потому что, ну, бред какой-то. Типа на него нельзя ничего крепить, и при этом он как бы, типа, сильный, да? Но убойность всё равно не очень. И жертвовать обвесами ради этого, но я не думаю, вон, винторез, идеальная пушка. Я не знаю, стоит ли на неё переходить полностью, потому что я не уверен, смогу ли достать патроны. Но надеюсь, что смогу. Противопехотная мина у нас есть, грибочки всякие, давайте это всё тоже сюда сложим. Ну, вроде как всё, я сложил всё, что мне не нужно было. Теперь можно, например, поговорить с Костей. Нашёл этот тайник на игропроме, надеюсь, следующий легче будет искать. Но не знаю, не знаю. Как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ну что, не пропала ещё охота тайники искать? Взялся за гуш, не говори, что не дюш. Давай следующий, нечего разглагольствовать. Вот это другое дело, следующий тайник на Янтаре, там поискать стоит. А где именно не сказано? Извини, точной информации нет. Ладно уж, найду и так. Да, кстати, возьми ПДА из тайника на игропроме. На Янтаре возле бункера учёных, скорее всего, поискать стоит где-то он там, точно говорю. Понятно. Говорит, нет инфы, при этом даёт инфу, прикольно. Так, чё нам ещё в баре? К баре, в баре нам ещё к плечку надо подойти. И после этого нам должен открыться проход к долговцам. Здорово, сержант, чего глаза такие красные? Сплю плохо, не даёт покоя загадка? Держи свою загадку, спи спокойно. По гроб жизни благодарен буду, зелёная зараза. Вот и тебе подарочек, думаю, пригодится. Можешь проходить, друг. Друг отношений, офигеть. И он мне дал кристальную душу бенгала. Интересно, чё это такое, давай посмотрим, где она. Вау, здорово плюс 120, вносность плюс 2, кровотечение минус 300, но при этом удар, разрыв, пулестойкость просто в жопу идут. Блин, ну удар, разрыв, пулестойкость... Ну это прикольно, да, но... Не знаю. Ну пусть у меня пока побудет просто так. Здорово, педики, как дела? Давно не виделись. Если бы, точнее, мы вообще не виделись, и в первую очередь, к кому я хотел бы зайти, это Петренко. Потроговать с ним, возможно, какую-то работу взять. Привет, Петуч. Торговля. О, смотри. Нож Ааза. Самодельный клинок в стиле Танто, изготовленный неизвестным мастером по имени Ааз. Нож сделан в стиле самурайского короткого меча. Это американизированный Танто с формой клинка с резким изломом линии, режущей кромки к острию, своего рода отдельным мини-спуском и острия, образующим ребро с основным спуском, что стандартным Танто никак не соответствует. Это хорошее оружие в ближнем бою, удобно выглядеть грозный вид. Конечно, не так шарю в ножах, но есть у меня один друг, который прям обожает ножи, думаю, он бы заценил. Так, ну тут, в принципе, чё, всё, больше ничего нету. Интересного. Я-то думал, сейчас такой товар будет. Я слышал, ты ищешь кое-что? Получил новый рецепт, но ещё не пробовал. Можно получить лунный свет из вспышки, только вот вспышки-то у меня нет. Попробуй достать мне этот артефакт, я с тобой рецептом поделюсь. До этих вспышек, как грязи, сейчас принесу. Но у меня, по-моему, есть одна вспышка. Да, я могу её отдать, и вместо неё я потом нацеплю лунный свет, который у меня как раз-таки тоже есть. А вот и вспышка, смотри, как сияет. Нашёл, значит, быстрый ты, как понос, только без оскорблений, давай рецепт. Ладно, шутка это, запиши рецептик, за скорость премия тебе. Запиши или так запомни, можно артефакт редкий получить из обычной пружины, для этого её нужно бросить в снежинку, а уж рубиновая пружинка позволяет устранить с пути карусель. Раз я такой ответственный, может, ещё провернём одно дельце? Смогу, почему нет, если награда соответствующая. Не беспокойся, не обижу. Слышал, что можно преобразовывать артефакты? Я знаю пару таких способов. Например, как получить гравий из медузы. Ладно, к делу. Существует интересная новинка в области современного оружия. Гаусс-пистолет. Кто и как его сделал, это тема отдельного разговора. Так вот, был у нас такой прототип, да потеряли его. Шли через тёмную долину и напоролись на стаю кровососов. Поведение у них было какое-то странное. Вроде и напали, но как только мы, отстреливаясь, отступили к болоту, они перестали преследовать и ушли назад. Такое чувство, что отпугнуть нас хотели от какого-то места. Вот в той суматохе и выронил я его. А потом найти не смог. Как будто сквозь землю провалился. Может, тебе больше повезёт в поиске? Я описание места тебе дам. Гаусс-пистолет. Весьма занятная должна быть штука. Попробую найти. Хорошо. А чё по работе простой? Найти и убить зомби на янтаре? Ну, можно. Я всё равно скоро пойду на янтарь. Так, тут ещё одно задание. Янт, чего ещё желать? Есть причина. Не смертельная, но достаёт меня иногда. Ты навряд ли сможешь помочь. Дело давно было. Я ещё туда лейтенантом зелёным был. Но я хочу тебя попросить. Ты же всё равно по зоне помотаешься. Вдруг где увидишь? Была у меня подруга боевая. Да нет, не баба. Лучше. По крайней мере, не изменит. После боя меня частенько выручало. Да только обронил я её в походе. Дырка в кармане оказалась. А зовут ту подругу фляжкой. Именная была. Мне ещё на большой земле комдив подарил, когда в Чечне воевал. Ты где ж в большой зоне фляжку-то найдёшь? Да ещё и твою. Есть зацепка маленькая. Спроси у Долговязова в баре. Дошли до меня слухи, что ему кто-то пытался какую-то именную фляжку продать. Ладно, это облегчит задачу. Благо, что и ходить далеко не придётся. Ого, живой генерал? Не в Москве ли я? Нет, солдат, ты гораздо глубже. И вляпался по самое не хочу. Раз уж ты крутишься на нашей базе, решаешь свои проблемы, пришло время узнать, что ты за человек и можно ли с тобой решать серьёзные вопросы. Блокпост долга, тот, что граничит с дикой территорией, с Цуки. Мои люди уже в боевой готовности, и последнее слово будет за нами. Но и твоя задница будет весьма не лишней. Только я не хочу, чтобы она была мишенью для безбашенных. И я также не хочу, чтобы она протирала штаны, стоя за углом, пока мои бойцы гибнут. Поэтому вот задание. Уничтожь главаря группы, по сведению моего кличка Горб. Получится, будет я почёт и уважение от долга. Да и можешь рассчитывать на нашу помощь. Я не соглас. Разговорчики, я что-то не расслышу, что-то там подумал. Упал-отжался не мой метод. Мой упал и уже не смог отжаться. Выбора у тебя нет, иначе на бар ты больше не ездец. То есть не ездун, не ез... Ну ты понял, короче. Горб должен быть уничтожен именно тобой, иначе серьёзного отношения к себе не жди. Разве что как сявка, будешь собачьи хвосты нам таскать за копейки. Ну а в награду возьмёшь наёмников амуницию. Да и у горба, может, чего ценного найдёшь. Сейчас свяжусь с блокпостом. Ну что там? Там всё как раз начинается. Вперёд, солдат, наёмники уже на подходе. Возьми пару аптечек, пригодятся. Окей, спасибо. И погнали. Мой винторез уже заждался. Ага, пацаны бегут, лол. Нормально. Так, чё у нас тут? Офигеть здесь наёмников, слушай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не стреляй, пожалуйста. Чё я тебе сделал-то, а? Так, ну сейчас я, короче, у меня есть для тебя особый подарок. На. Ещё один. Откуда ты? Ты, стой. На. Ха-ха, поскользил-то как. Ну что, генерал, я выполнил задание. Правда, меня чуть зацепило. Отлично, долг тебе благодарен. Зацепило? А, тяжело в лечении, легко в гробу. Так что зелёнки внутрь, и ты здоров. Ну, спасибки, побольше бы таких генералов. Ладно, уговорил. В отношении твоей фигуры я буду придерживаться дружественной словесной политики. Но не дуйся, не дуйся, шучу я. Вижу, что ты парень надёжный. Бармен сказал, что у вас есть какое-то задание на армейских складах. Я хочу попросить выполнить одно дело, лично для меня, понимаешь? Сейчас у нас идут территориальные боевые действия с группой Свободы, и нам не хватает оружия помощнее того, что у нас есть. У Свободы есть несколько отличных гранатомётов Бульдог-6. Если бы у тебя получилось проникнуть на территорию Свободы и выкрыть хотя бы один такой гранатомёт, то я бы щедро тебя вознаградил. Так как ты не в нашей группировке, ты легко можешь втереться в доверие к Свободе и при удачном раскладе спереть Бульдог. Продолжай. Я скину тебе информацию по местонахождению Базы Свободы. Там тебе надо будет найти некого повара, члена группы Свободы. Он знает, где именно хранится Бульдог-6. Он слаб на выпивку, поэтому постарайся его опоить. Возьми для этого побольше водки. Ну что, берёшься? Хорошо, я возьмусь выкрыть Бульдог-6 у Свободы. И ещё одно напоследок. Полковник Череп со своими ребятами ослушались моего приказа и самовольно отправились штурмовать Базу Свободы. Самоубийцы? Ну так пусть и получится полна. Черепа уже давно пора было проучить. Не вмешивайся в их личную войну. Постарайся втереться в доверие к Свободе и добыть мне Бульдог-6. Остальное не важно. Привет, начальство. Привет, я вижу, ты парень расторопный. Есть дельцы? Если подсобишь, буду благодарен. Да ну, первое впечатление всегда обманчиво. А что за дело? Я человек невпечатлительный. Отправляю группу по направлению к радару. Сам знаешь, с провиантом там не важно. А брать с собой банальную тушенку не дело. Бойцам и горячее, будем говорить, домашняя пища нужна. И где ее достанут? Домашнюю пищу. За периметр с термосом схожу? За периметр не надо, бармен сделает. А вот насчет термосов, ты правильно заметил. Они-то и нужны. Причем разных размеров. Где находятся большие, я знаю, на армейских складах. В одном из домов в картонном ящике лежат. Новенькие еще, муха не садилась. А вот где взять маленькие? Спроси у Гаррика в баре, он с таким ходит. Может, знает, где еще достать можно. Обоих видов надо по пять штук. Ну, начальника задачи. Ладно, может, найду чего. Лол. А что по такой работе? За глаз плоти. Мне дадут 300 рублей. И научную аптечку, слушаю. За глаз плоти я... Я это самое, да. Да, есть у меня глаз плоти. Я по поводу задания. Что ты хочешь обсудить? Достать глаз плоти я выполнил. Во, плюс научная аптечка. Отлично. Итого у меня уже их 8. Так, ну, наверное, я сейчас пойду уже на дикую территорию. Достану пустынный орел. Или что там нужно было достать? Я уже забыл Фримену. Ну, и также мне нужно двигаться на янтарь потихонечку. Так как там меня ждет новый тайник Костя. Но и с другой стороны, мне не мешало бы сходить в темную долину. А оттуда уже попасть в темную лощину. Там уже сдать квест Бесу. И оттуда попасть на кордон. И там уже сдать квест Акиму. Сложно, сложно. Гарик, я знаю, что мне сюда нельзя. Заладил, как попугай. Служба, чего надо? Термос. Вернее, я хочу спросить, где ты его взял? Это секретная информация. Могу поделиться. С тебя 10 тысяч. Мне нужны только деньги. Все остальное можно купить. Хорошо, но мне нужна инфа, где можно раздобыть еще такие термосы. Отлично, тогда с тебя еще 10 тысяч деревянных. И это еще не все. Я курю, так что будь любезен. Принеси мне блок сигарет. Если не в курсе, это 10 пачек. Многие сталкеры ими торгуют. Курить вредно. Деньги есть. А вот за сигаретами придется смотаться. Вот бабло и сигареты. Можешь обкуриться на здоровье. Здоровье, что дерьмо, коровье. Табак это всего лишь адаптация к окружающей среде. Так что еще вопрос. Кто дольше в нашем мире проживет, курящий или нет? Ты мне лекции по медицине не читай. Давай инфу. Инфу, так инфу. Термос я купил у Сталка бывалого. Он принес его из Припяти, а за бутылочку рассказал, что нашел их несколько в разрушенном магазине и припрятал в одной из комнат гостиницы. Ясно, помянем. Не зря вот с собой сигареты тоцкал. В итоге у меня 6 штук всего лишь осталось. Можно, кстати, у лысого взять квест на убить предателя. Мне интересно, где этот предатель. Так, Костя. Костя, кстати, уже на армейских складах. Предатель у нас на... Что? На неразведанной земле? Серьезно? Ну, я до него 500 лет буду добираться. Решил заглянуть к осведомительу, и ему можно сдать 20 ПДА. Да, многих ты отправил в мир иной. Давай свой ПДА, скину информацию о тайнике. Хорошо, пойду посмотрю, что там есть. Так, мне скинули какую-то инфу. Вот оно, да? Угу, понятно. Вещи гризли. Что у тебя по работе есть? Убить военнослужащего, уничтож группа бандитов на агропроме. Простите селезонку крысы. Вот это я... Не, ну, хотя они за 500 рублей аптечку, ну его нафиг. Кстати говоря, за военнослужащего он даёт какой-то глаз ворона. Интересно, что это? Давайте возьмём задание, постараемся выполнить. Так, ещё можем, кстати, купить иглы для игломёта. Но я думаю, они мне пригодятся. Давай мне побольше. Вот, вот эти стволы себе забери. Чё прикупить снаряжение? Мне нужны боеприпасы. Ты торгуешь калибром 9,39, и это просто прекрасно. А чё ты так грави принимаешь? Тут тоже грави, тут тоже грави. Да ты охренел, что ли? Где эти грави-то высруч, мощник ты? Так, я не знаю, куда сейчас на самом деле идти. Погнали, наверное, всё-таки в тёмную долину, а там в лощину, а там на кордон и так далее. Так, ну перед тем, как мы пойдём в тёмную долину, я, конечно же, хочу заглянуть вот в этот тайник. Вещи гризли, или как он там называется. У меня такое чувство, будто я его уже обыскивал. Или нет? Ну, очень знакомый рюкзак. Так, тут у нас певко, две колбаски и какой-то артефакт. Батарейка, электрошок плюс 15. Слушай, ну, not bad. Можно повешать. А теперь погнали, наверное, на кордон. Конечно, я сначала хотел в тёмную долину, да? А всё-таки, наверное, пойду вот так вот на кордон, схожу в тёмную долину. Точнее, лощину заберу, точнее, сдам квейс, блин, тупому бесу. А потом уже просто вернусь сюда, обратно на свалку и пойду в тёмную долину. Хотя нет, скорее всего, просто пойду вот так вот, тут всё сделаю, пойду сюда, ну и выйду в тёмную долину, лол. Вот, держи, нашёл. Ты бы хоть поточнее наводки давал. Я ведь не телепат и не Шерлок Холмс. Да, вижу, что извилин для телепата у тебя не хватает ещё, хотя их для этого и у контролёра достаточно. Шутка. Молодец, спасибо, вот твоя награда. Спасибо, мозгов у меня предостаточно, могу и с тобой поделиться, удачи. 4 тысячи рублей антидот, небольшой рюкзак, старый документ 2, потерян. Ага, ладно, ладно, мне своих до... хватает. Хеллоу, Аким, как жизнь и торговля? Что-то не вижу очереди возбуждённых и радостных сталкеров за твоим товаром. Привет, меченый, всё язвишь, ты глаза-то разуй, мне и одного такого клиента, как ты, достаточно. Помощь твоя нужна. Смотайся в Х-18. Отправить мне туда больше некого, я сам не пойду, говорят, там мутантов много. Мне своя голова дороже, а у тебя она всё равно пустая. Ёпть, Аким, кто бы говорил, смотайся в Х-18. Прямо как будто там солярий, и все туда ходят отдохнуть и почувствуют весь кайф жизни. Схожу, но за этот солярий ты должен хорошо расплатиться. Сделал из меня тут пьянера-сборщика макулатуры. Из-за этой макулатуры я тут и ошиваюсь. Благо, что одному товарищу постоянно нужны деньги. Так вот она меня и шерстит неплохо. Шестёрит точнее. Это ты про меня, что ли? Я уже начинаю подумать, а не бросили мне грену в твое окошко? И деньги есть, и заданий нет. Ещё один намёк, и твоя задница сама пойдёт искать документы. Ну вот и чудненько. Вторая часть документов оказалась зашифрована, нужна третья часть, там ключ к шифру. Я также выяснил, что некто Корчагин, у которого был этот документ с ключом, был хитрым типом. Он разделил его на четыре части. Одну с собой таскает, а три спрятал где-то в лаборатории Х-18. По слухам, сам он ошивается где-то недалеко от входа в лабораторию, либо рядом с комплексом. Найди эти части документа для меня. Моей благодарности не будет границ. Ладно, посмотрим на границы твоей благодарности. Хе. Меченый, ты вроде как раз в том районе находишься. Напротив фирмы у развалин есть домик, в нём сталкер. Он за периметр собрался, а я ему денег торчу. Выручи, отдай ему 70 штук. Потом зайдёшь ко мне, верну с процентами. Хм, интересно. Санёк-разбойник, привет. Привет, тебе что ли финансы Сидор должен? Да, мне, 70 косых, я на большую землю собираюсь, надоела зона. Сидору артов притащил недавно, а он типа сейчас нет налички, потом зайдёшь. А когда потом? Я за периметр собираюсь, не через блокпост идти. А ты откуда про это дело знаешь? Хм, подожди. А вот мне не нравится то, что у него есть вот такой диалог, то, что типа ты мошенник, да? Давай вот выйдем, сохранимся, сделаем особенный сейф. Типа, смотри, обманешь, тебе конец. Так. Вроде всё сходится. Сидор смс присылал, держи свои финансы. Вот спасибо, а я уж думал развёл меня торгует с местной. Ну, бывай, я перекурю, да в путь. Ну, вроде как всё. Или ты всё-таки наёбсик, а? А чё, давайте посмотрим, чё будет, если ему отказать. Что-то твое оружие не вызывает у меня доверия. Сдаётся мне, что ты мошенник. Учти, в следующий раз при такой дешёвой разводке я тебя пристрелю и всё. Ладно, ладно, иди своей дорогой, сталкер. Лол. И всё равно проясни ситуацию. И чё из этого правильно? Ну, пофиг. Давай скажем, потому что я его послал в жопу. Сидор нафиг надо. Эх, шустрый. Помянем. У него, кстати, я почему-то ПДА всё ещё не забрал. Кста, мне интересно, а где Толик? Хотя, ладно, чёрт с ним. Кстати, тут тайник недалеко от деревни. Я почему-то пропустил. Надо будет потом наверстать упущенное. И ещё, я награду не забрал за защиту лагеря. Всё, до встречи. Ну, здорово, лысая башка, дело к тебе есть. И тебе привет, у всех ко мне дела, и с чем пожаловал, что притащил? Ничего не притащил. Вот, глянь-ка на мой ПДА, почитай вот это сообщение. Лопни мои глазоньки. И ты что, повёлся на этот развод? Ты что, не знал, что я вообще никому никогда ничего в долг не даю? Иначе я бы в первый же месяц в зоне разорился. А, лоу, так я правильно поступил, потому что послал его. Вот именно это и вызвало мои подозрения. Никаких денег этот сталкер от меня не получил. Я ему сказал, что пойду, типа, сейчас нычку свою проверю, а потом деньги отдам. Ну, и типа, это недолго, а сам к тебе с вопросами. Ну, ты смотри, что делается, а? Эта падла захотела опозорить моё честное имя. Честное? Эм. Ладно, не нервничай. Сейчас вернусь, пристрелю этого сучару, чтобы ещё никого не нагрел. Не спеши, дело бесполезное, он уже давно смылся. Топай по своим делам, может, и заглянешь ещё, когда ко мне на огонёк. Хм. Чё по работе? Грави. Принц-артефак грави, братан, мне бы саму найти. Поэтому предлагаю сходить, залутать нычку. Так, вот он этот рюкзак. И, ну, такое, старые патроны 7-62, 20 патронов 45 АЦП, пивко, колбаска. Я только, короче, когда перешёл, уже отбежал немножечко такой по дому. Блин, ну, если я не слышу звуки, значит, никого нет сзади. Но на всякий я решил всё равно обернуться. И как же я ошибался? Зомбированный, здрасте. А как ваши дела? А ну-ка, может, ты там поторопишься, а? Во, давай-давай, скорее сюда. Сейчас я вас с ножичка. Один готов, ручку отдавай. Давай, следующий, к своему братику присоединишься. Братская могила у вас будет, я вам её гарантирую. Давай, подходи. Вот так вот. Наконец-то я до тебя добрался, чмо. Привет, Бес, принёс я тебе ящик с патронами. О, спасибо, держи. В благодарность запиши рецептик преобразования артефакта. Понятно. Извелись говно. А, подожди, новый арт-мод у меня появился какой-то... Какая-то надпись? Интересно, это что-то жёсткое, типа? Начинает звезда из воронки. Воронки. О, подожди, может в рецептах чё нового? Кста. Рубиновая пружина появилась. Неплохой довольно артефакт бусы, бабки Бюрера. Да, забавно. Ну, что ж, ладно. На этом, друзья, я думаю, давайте с вами пока что закончим эту серию. Следующую серию мы уже начнём в Тёмной долине. А пока мне предстоит скучная беготня по дороге до Тёмной долины. А до Тёмной долины мне кондёхать, как видите, очень много. В общем-то, друзья, огромное спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. А также подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также приходите по ссылкам в описании, там много всего интересного. В том числе и ссылка на скачивание этого мода, ссылка на мою группу ВКонтакте. Ещё ненавижу эту лакасму, что она фризит, полагает. И ссылка на мой сервер в Дискорде, обязательно заходите. А, в общем-то, всего вам доброго, друзья, и пакедава. Субтитры сделал DimaTorzok